Представители знака Зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад, второй прогноз, события до конца апреля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И этот период апрельский, он характеризуется тем, что во второй половине апреля, 21 числа, две серьёзные планеты Уран и Юпитер встречаются в знаке Зодиака Телец. Это явление бывает крайне редко, один раз в 83 года. И человечество подметило, что бывают какие-то метаморфозы, причём те, которые мы на сегодняшнем этапе даже не можем предположить. И давайте узнаем во второй половине месяца, мои дорогие Овны, что для вас будет представлять и до конца месяца, какие события вас ждут, чем вас порадует апрель. И мы выполним на колоде добра наш расклад. И карты, и значения карт подаются с позиции позитивной психологии. Жизнь идёт вперёд, мир меняется. Да мы, в общем-то, это и видим, наблюдаем каждый день. Но давайте будем узнавать. И первая карта у нас будет. Что завершится окончательно для вас, мои дорогие Овны? Что же нового войдёт в вашу жизнь? Неожиданности до конца апреля. Чем запомнится вам период до конца апреля? События или то, что придёт для вашего благополучия, для вашей радости, как доброе событие или что-то хорошее, светлое, то, что больше оптимизма вам добавит, в вашу пользу как будто сыграет. Событие, которое изменит вашу жизнь. Посмотрим. То, которое приходит, как я уже говорила, извне и нас подталкивает измениться. И то событие, которое заставит, возможно, измениться вас самих. Или то, что вы задумаете изменить в себе. Что-то пересмотреть. И достанем карту совет. Итак, что же завершится окончательно? Планов было громадьё. Причём, может быть, таких, знаете, глобальных замыслов. Или то, что вы себе видели свои намерения, цели ставили в каком-то одном ключе. Здесь вы приходите к выводу, что нет. Правда, какая-то стратегия не срабатывает. Либо нужно менять методы, либо нужно менять самого себя. Либо обстоятельства вокруг вас, они складываются таким образом, что невозможно просчитать заранее. И вот я только что до карт об этом как раз и говорила. Мы пересматриваем планы, потому что реальность нас к этому подводит. И какая-то коррекция уже предусматрена. Но двойка огня в этой колоде – это ещё и возможности. Но те возможности, которые ещё пока сложно выбрать, это сама по себе карта творческих планов, роста, амбиций. Поэтому прежнее что-то завершается. Или вынуждены какую-то коррекцию делать. Если мы говорим, «Ваша карта, мои дорогие, она соответствует Аркану Император». Так вот, есть такое значение, как «Мудрый Император» имеется в виду, что он готов для того, чтобы свои какие-то амбициозные намерения оставались неизменными, скорректировать мелкие по ходу действий планы. Вот как раз об этом где-то и говорит карта. Нет завершения как такового в этой карте, а вот пересмотр собственных позиций и методов, как я уже сказала, он определённо будет. Что же нового войдёт в вашу жизнь? Туз Земли. Вообще шикарно. Знаете, есть такое значение, пусть не в этой колоде, как будто высшие силы нам помогают. Есть по этой карте и значение, что важная новость, важное событие, приходит или мы узнаём какую-то информацию, и это как отправная точка отчёта. Мы, правда, что-то будем корректировать, потому что теперь одно из направлений, это как минимум для вас видно наверняка, что-то можете осуществить. Вы можете заработать деньги, вы можете получить должность, вы можете решить вопрос, который касается вашей недвижимости. Вот то, что в нашем материальном мире, или вы хотели совершить переезд, изменить, может быть, сферу деятельности, и к этому будут предпосылки или какие-то возможности. Вообще по Тузу Пентаклей или Туз Земли постепенно всё встаёт на свои места, потому что это в первую очередь карта благополучия. Что нового войдёт в вашу жизнь? Благополучие само по себе, пусть даже это как-то выглядит в другом ракурсе, или с новыми возможностями, или в каком-то другом, мои дорогие алгоритмы. Всё же нам двойка огня об этом уже сказала. Неожиданности. Ну, тут не сама по себе неожиданность. Вестник Земли – это как раз своего рода марафонский забег или то, что мы делаем. Хотя, как знать, ведь ваш знак зодиака больше где-то на реванш настроен или на тот импульс, когда вы исходите из своих сил, намерений, вы тот знак, который надеется сам на себя, смелый, отважный. А здесь немножко другая энергия. Здесь присутствует расчёт. И причём тот расчёт, который на долгий период, как я сказала, марафонский забег. И, может быть, вы придёте к выводу, что как раз какие-то краткосрочные планы у вас не состоялись или время таково, что не получится быструю какую-то, молниеносную победу одержать. Потому что либо победа будет зыбко, непонятно, и потом нас может втянуть в какие-то, ну, минусовые ситуации. А рисковать с собой совершенно нельзя и не хочется. И тогда вы будете уделять внимание тем проектам, которые на долгосрочную перспективу, но приносят деньги. И это где-то геометрическая прогрессия всегда под вестнику земли. И, значит, увеличить свой доход, увеличить или улучшить само по себе благополучие. Это как возможности приходят. Но что требуется? Внимание к деталям. Может быть, на полном скаку раньше бы овен пронёсся, поторопился и сказал, да, там, по ходу действий, пьесы я разберусь, что мне делать. И всегда что-нибудь придумаю. А здесь вот нет. Придумать хочется как будто заранее. Но как минимум себе соломки подстелить. Где-то собой не рисковать, своей репутацией не рисковать. А тут и правда. Репутация идёт, как будто рейтинг ваш в гору. И вы прочувствуете, пусть это будет как первая ласточка. Или вы с информацией возможность какую-то увидите. И сам по себе риск, желание у вас отпадёт. И вы действительно совершенно других энергиях. Обратите внимание, у нас ведь земля, пентакли выпадают. Это прагматизм, в первую очередь. И неторопливость. Вторая половина месяца апреля вряд ли будет характеризоваться какими-то ускорениями для вас. Может быть, вокруг, кстати, что-то подобное происходит. Какая-то турбулентность. Но значит вам, мои дорогие овны, точно не захочется вот этих самых реванша или каких-то американских горок. Хочется стабильности на тех, кого мы можем опереться, положиться. Это карта выносливости. Повторюсь, если мы говорим про неожиданности, это не неожиданность, а настрой ваш собственный, уделяя внимание деталям, пройти какой-то путь, и у вас это получится. Где-то предыдущая карта Туз-Земли как раз и подтвердила сразу, что вот такие энергии, они для вас максимально предпочтительны, чем запомнится вам этот период до конца апреля. Что-то ставит еще в тупик карта повешенного. Запомнится тем, вот как раз, может быть, вы алгоритм своей тактики, стратегии будете пересматривать, и это старший аркан. Нам приходится принимать какое-то разочарование. Нам приходится принимать какое-то поражение. мы с этого начали, что не все планы сработали, увы, и ничто не дается бесплатно. Вот есть такое значение. Имеется в виду не только материальная оплата чего-то. Если у кого-то и правда буквально проиграется, как я должен за что-то заплатить или оплатить. Но есть еще и такое понимание, как наше время, приложенные усилия, наши энергии, включение в какой-то вопрос и длительные наши действия. Мы, может быть, прежде чему-то уделяли много внимания, а вот теперь это не сработало. И мы должны признать, что лучше я остановлюсь и откажусь от того, что не может быть продолжено, нежели где-то снова и снова педалировать ситуацию, брать очередной реванш или что-то реанимировать заново в надежде, что да, вот теперь точно получится. Нет, здесь как будто, ну, как минимум, даже если мы говорим в целом, вы ходите в офис или в организацию, учреждения, занимаетесь привычным трудом, видом деятельности, но, значит, методы придется пересмотреть. Может быть, мои дорогие овны, приходит информация или вокруг вас окружение меняется, меняются руководители, меняется график работы и еще какие-то изменения вокруг вас заставляют, опять же, карта об этом говорит, отказаться от тех проектов, которые не могут быть продолжены. Вы более чем реалисты, где-то энергетика, как у Тельца, вот правда, в знаке Зодиака, Телец, Юпитер и Уран встречаются, и это на вас будет оказывать большое влияние. Ну, наверное, не забываем, Херон, по 27-й год, поначалу еще 27-го года в вашем знаке Зодиака, и мы говорим по Херону, ведь это всегда та ситуация, когда мы что-то делали из лучших побуждений, мы верили свято во что-то, а оно не получилось. И нам по Херону говорят, что не обязательно твои благие намерения будут такими же благими в продолжении, поэтому неизбежный анализ того, что мы сделали прежде, и того, что не может быть продолжено. Вот как будто поражение в чем-то, увы, оно есть, чем запомниться. Вот, видимо, пересмотром собственных планов. Событие или то, что придет до конца апреля для вашего благополучия, как доброе событие, для вашей радости, что вас будет вдохновлять, вот елки-палки. Вот такие овные, правда, карта повешена, но вообще продолжение, все то, что я сказала, и теперь нам карта говорит о том, что терпение, выдержка, настойчивость, мудрость. Вообще, это карта старший аркан, умеренность, но данной колоде очень красивая, кстати, карта, надеюсь, вам тоже нравится. Правда, совершенно другие тельцовские энергии, придется чему-то уделять внимание, буквально для кого-то составить тезис-план, или это вы придете к такому окончательному решению, что нет, мне как-то нужно, правда, на долгий более срок разработать планы, причем быть готовым к тому, что как и держать руку на пульсе, так и постоянно как будто наблюдать, как развивается процесс, чтобы вовремя вносить какую-то коррекцию, не спешить, не подставлять себя под риск, кстати, мои дорогие, не свое доброе имя, не свои достижения, не свои финансы по этому аркану, вообще спокойное течение жизни, и может быть, как раз вам это понравится, событие, которое изменит вашу жизнь, или подтолкнет вас самих к переменам, что это за событие, ух ты, вообще, если бы выпала первая карта, можно было бы далеко не рассказывать, но, видимо, к такому итогу вас постепенно подводят все карты, это карта мага, это холодная энергия, какой импульс, какая горячность, нет, это великий манипулятор, маг, волшебник, это абсолютно холодная энергия, это интеллект, интуиция, какой-то прежний опыт, может быть, и отрицательный, который помогает не повторить ошибок, и нам говорят, магами не рождаются, ими становятся, и становятся этими магами именно потому, что прошли сложный путь, ошибок, каких-то препонов, разочарований, предательства, когда нас подводят и люди, когда мы что-то принимаем за чистую монету, а нас обманывают, или когда мы участвуем в каком-то проекте, а потом кто-то крадет, как нашу идею, или те люди, которые нас окружают, и в ком мы уверены едва ли не больше, чем в себе, а тут тоже что-то не срабатывает, и мы оказываемся в тупике, именно потому, что жизнь, обстоятельства, они другие, а мы их представляем как-то иначе, и здесь, знаете как, не хочется никому доверять, я верю самому себе, где-то это закрытость от мира, маг-волшебник, вот двойственная энергия, он вынужден закрываться, потому что о его планах, намерениях никто не должен знать, и уж о методах тем паче, но он открыт настолько, чтобы для себя, ну, как-то, может быть, и подстроить этот мир, или организовать свою жизнь по-новому, адаптироваться к какой-то ситуации, или организовать свой быт, свой труд, свои намерения и цели в том ключе, или в ключе той обстановки, которая существует, безусловно, это возможности, и если мы спросили, каково же событие, которое изменит вашу жизнь, тут что-то значимое у вас произошло, или это ваша переоценка ценностей, или смена энергии, у кого-то в районе 21 плюс-минус апреля, может вот такая метаморфоза вашей жизни с окончательными решениями и сменой энергетики произойти, но к этому уже вели предыдущие события, может быть, как период застоя, или период, когда мы говорим, что вы прикладывали свои усилия, время, может быть, и деньги у кого-то, а в итоге все равно тупик, ну, у вас сильная позиция, и, видимо, смена энергетики для вас совершенно необходима, помните, это карта великого манипулятора, нет желания замечтаться, и это все дважды, трижды дает вам сильную позицию, и можно уже, наверное, следующие не открывать, у нас был посыл таков события, которое заставляет, или может вас мотивировать, изменить себя, нам уже здесь все сказали, а знаете, как перезагрузка, по семерке воды, совершенно могут появиться новые планы, или смена вот этой энергетики, позволяет вам увидеть свои возможности более шире, как будто для вас пространство расширяется, и вы понимаете, если раньше импульс это хорошо, но он мне как сужал, как шоры были на глазах, они меня словно в каком-то одном направлении, в одну дистанцию направляли, а маг ведь нет, он видит мир в целом, возможности в целом, он предусматривает, что я, может быть, и не буду действовать, как прежде, я каждый раз буду менять какие-то методы, и поэтому сами по себе возможности, они у вас будут, по семерке воды, здесь могут быть, как радостные события, какие-то предложения, сама по себе новость, какие-то инсайты, или что-то вы узнаете из области рационального, и вас как раз это может вдохновить, вот видимо вторая половина апреля, такая переоценка ценностей, причем все в спокойных энергиях, все для себя любимого, может быть раньше вы больше вкладывались в какие-то отношения, и вам хотелось больше сделать что-то для другого человека, а теперь вы тоже можете проанализировать, даже с близкими где-то отношения, и подумать, нет, как-то, что было вложено мною до того, и что я получил, получила по факту, и понимаете, что нет, овчинка выделки не стоит, вот где-то вы, вот эту поговорку себе, наверное, скажете не раз в течение второй половины апреля, это точно, давайте мы посмотрим, как карту совет, карту луна, и правда нам говорят, у тебя еще много неопределенности, потому что по карте луна, какая-то конкретика, она за кулисами, пока скрыта, не видно, есть еще какая-то истина, которая словно в тени, она для нас не явная, но с учетом карты мага, вы уже это предчувствуете, у вас прекрасно будет работать интуиция, может быть, прежде интуиция, вы даже не задумывались, что это такое, а здесь вы придете к выводу, что да нет, это как раз хороший способ просчитать свои, как и теперешние позиции, так и не ошибиться в будущем, перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.